16 января в межмуниципальном отделе МВД России Кашхабльский состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности всех подразделений отдела за 2022 год. В его работе в режиме видеоконференц-связи участвовал заместитель министра внутренних дел республики по работе с личным составом Виталий Лебеков. Присутствовали руководители подразделений межмуниципального отдела. По традиции совещание началось с приятного момента. Заместитель начальника полиции Александр Муратов объявил приказы о присвоении ряду сотрудникам специальных званий. Работники отдела, добившиеся наилучших показателей в служебной деятельности, были награждены благодарственными письмами. Наш адрес поступило благодарственное письмо от имени министра внутренних дел по республике Адыгея, от имени руководства Министерства внутренних дел по республике Адыгея. Выражаю большую признательность и искреннюю благодарность за активное участие в конкурсе детского рисунка. Мои родители работают в полиции. В рисунок занял призовое место. От всей души мы поздравляем улыбок, тепла и добра, исполнение самых заветных желаний. Алим, пожалуйста, подойдите к нам от имени министра и вот этот подарочек. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации присвоить первое специальное звание младшей лейтенанты полиции Хаткову Амиру Мухарбеевичу, оперуполномоченной группы уголовного розыска. АПЛОДИСМЕНТЫ Дважды, школьников, сержант Хатков, привык для получения очередного звания. Отсужу Россию. АПЛОДИСМЕНТЫ Приказом министра внутренних дел по республике Адыгея присвоить очередное специальное звание капитан полиции, старшему лейтенанту полиции Меритукову Рустебу Муратовичу, старшему дознавателю отдела дознания межмуниципального отдела МДРСИИ Кашкабульске. АПЛОДИСМЕНТЫ Этим же приказом присвоят очередное специальное звание старший лейтенант полиции, лейтенанту полиции Кушкову Арсену Беслановичу, дознавателю отдела дознания межмуниципального отдела МДРСИИ Кашкабульске. АПЛОДИСМЕНТЫ Также приказом начальника межмуниципального отдела МДРСИИ Кашкабульске, номер 12 ЛС, награждается майор полиции Афашагов Адам Заурбеевич за образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые высокие показатели служебной деятельности по итогам 12 месяцев. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Этим же приказом награждается лейтенант полиции Анзароков Амир Зулимович за образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые высокие показатели оперативно-служебной деятельности по итогам 12 месяцев 2022 года. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 служебных обязанностей, достигнутые положительные результаты оперативно-служебной деятельности. И этим же приказом награждается сержант полиции Ибрагимов Джамал Аскерович за образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые положительные результаты в оперативно-служебной деятельности. Далее с докладом по итогам работы отдела за 2022 год выступил начальник межмуниципального отдела Михаил Тарановский. Было отмечено, что в отчетном периоде оперативная обстановка на обслуживаемой территории оставалась стабильной и контролируемой. Анализ криминогенной обстановки, сложившейся на территории Кашкабльского и Шавьеновского районов Адыгей показал, что усилия, прилагаемые правоохранителям, имеют правильное направление. Общественная безопасность, защита прав и свобод граждан находится в центре внимания руководства районов, законодательных и исполнительных органов власти и бесспорно вносит существенный вклад в реальное оздоровление оперативной обстановки. За отчетный период в отделе Кашкабльский поступило 2898 сообщений на 0,4% ниже, чем в 2021 году. Из указанного числа зарегистрированных сообщений 234 по фактам совершения преступлений, что ниже уровня преступности 2021 года на 7,5%. Нераскрытыми остается 40 преступлений против 44 в 2021 году. Показатели раскрываемости преступлений улучшились и составили 83,3%. В структуре преступности количество зарегистрированных краж имущества выросло с 63 до 73, на плюс 15%. Количество нераскрытых краж при этом снизилось и составило 19, на 5 меньше, или на 20%. Раскрываемость данных преступлений составила 75,6%, на 13,7% больше, чем в 2021 году. При этом на территории обслуживания совершено 3 кражи скота, в 2 из которых остаются нераскрытыми, что соответствует показателям 2021 года. Тем не менее, с учетом значимости для сельской местности следует сконцентрировать усилия личного состава отдела на раскрытии преступлений данного вида, а также усилить профилактическую работу среди населения, направленную на предупреждение и пресечение краж скота. Снизилось количество неразысканных и неустановленных лиц с 16 в 2021 году до 14 в 2022. Прилагаются усилия по искоренению наркопреступности. На территории районов по итогам 2022 года по линии незаконного оборота наркотиков выявлено 12 преступлений, снижение состава 2 преступления. Как положительный результат можно отразить, что из указанного количества 5 преступлений из категории тяжких или особо тяжких, 3 из которых связаны со сбытом наркотических средств. Таким образом видно, что упразднение специализированного подразделения по линии НОН не повлияло отрицательно на данное направление деятельности. В течение 2022 года руководством отдела неоднократно указывалось на недостаточную организацию работы по выявлению преступлений в звери незаконного оборота оружия. За 2022 год таких выявлено на 28% меньше, чем в 2021 году. 7 против 5. Однако, следует отметить, что из указанных преступлений в 2022 году в суд направлено 3 уголовных дела и зарегистрировано 2 учетных отказных. А в 2021 году, несмотря на то, что этих преступлений было 7, только по одному преступлению дело направлено в суд и было зарегистрировано 6 учетных отказных. Продолжая тему пресечения незаконного оборота оружия, отмечу, что в текущем году необходимо разработать и реализовать механизм по проверке на причастность данного вида преступления лиц, пребывающих на территории обслуживания и зоны проведения СВО. Следует отметить, что в совершении территории обслуживания 43 тяжких и особо тяжких преступлений, 2 больше, чем в 2021 году. При этом, как негатив, нераскрытыми осталось 5 преступлений, хотя против 6. Раскрываемость составила 88,9%, плюс 3,9% к 2021 году. За отчетный период на территории обслуживания убийств не зарегистрировано. Однако, следует обратить внимание на совершение ряда преступлений против жизни и здоровья граждан и продолжит профилактическую работу в данном направлении. Так зарегистрировано одно покушение на убийство. Выявление преступлений двойной превенции, как один из методов профилактики, более тяжких преступлений, находится на контроле руководства отдела. Между тем, в истекшем году выявлено меньше преступлений двойной превенции, чем в АППГ, с 70 до 50, минус 20%. Можно сказать, что снижение произошло в связи со снижением выявленных преступлений по статье 206.4 Прим. 1 УК РФ. Значительно, на 55% меньше данного вида преступлений выявлено. Оценивая результаты проведенной в 2022 году профилактической работы, следует отметить, что наблюдается снижение на 6,5% в количестве зарегистрированных преступлений, лица, по которым уже совершали преступления, с 123 до 115, в состоянии алкогольного опьянения на 15%, с 66 до 56. Также в отчетном периоде наблюдается снижение преступлений, совершенных несовершеннолетних, на 40%, с 5 до 3. Читая необходимым, отдельно отметить произошедший рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 3-4%, плюс 9 преступлений, с 26 до 35. Но наибольшую озабоченность вызывает рост количества преступлений, совершенных против половой неприкосновенности несовершеннолетних, с 5 до 14. Рост составил 64%. Учитывая, что данные преступления подрывают нормальное развитие детей, а также вызывают широкий общественный резонанс, и принимая во внимание складывающиеся тенденции, нам необходимо пересмотреть механизм профилактики данного вида преступлений. Продолжает сохранять актуальность преступления, связанные с мошенничествами. На территории обслуживания по итогам 2022 года зарегистрировано 25 таких преступлений, из которых 14 остались нераскрытыми. При этом следует отметить, что все нераскрытые преступления данного вида завершены в сфере IT-технологий. Всего с применения IT-технологий в 2022 году завершено 26 преступлений, что на 3 больше по сравнению с 2021 годом. Учитывая, что раскрытие преступлений данного вида вызывает объективные трудности, считаю необходимым сконцентрировать усилия для состава отделов на их профилактике. Среди лиц, совершивших преступления в отчетном периоде, произошел рост числа ранее судимых на 14,9%, зафиксированный рост преступлений, совершенных в общественных местах на 6,7%, а также в составе группы на 116%, 6 до 13%. Еще одним злободным вопросом является незаконный оборот спиртосодержащей продукции, к решению которой необходимо активно привлекать общественность. В 2022 году задокументировали 10 фактов совершения административных правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства, что соответствует прошлому году. При этом изъято 94 литра алкогольной продукции против 13 в 2021 году. Проблема обеспечения жизни и здоровья участников дорожного движения, сокращение негативных последствий автомобилизации, в ходе в число приоритетных проблем социально-экономического развития наших районов. За 12 месяцев 2022 года на территории Кашхабльского и Шагеновского района зарегистрировано 30 ДТП на одно меньше, чем в 2021 году, при которых 8 человек погибло против 13. 38 граждан получили телесные повреждения. Из всех совершенных ДТП 8 возбуждены уголовные дела. Из них по 4 со смертельным исходом. Сотрудниками отдела ГИБДД по работе с исполением в 2022 году выявлено 326 административных правонарушений. В истекшем году к уголовной ответственности по статье 204 прим. 1 Управление транспортным средством в состоянии опьянения, лишено права управления, привлечено 20 лиц. То же, как в 2021 году было 31 лицо, снижение состава 55%. Имеется ряд направлений, на которые в 2023 году необходимо обратить более пристальное внимание. Это профилактика тяжких и соботяжких преступлений, в том числе против личности и имущественного характера, профилактика правонарушений, совершенных в общественных местах, борьба с наркопреступностью, незаконно оборотом оружия, предупреждение о пресечении преступлений с использованием ДТП, превентивных составов и в сфере экономики. Товарищ заместительный министр, со своей стороны могу заверить, что руководящий лиц состав отдела является грамотным и ответственным сотрудником, которые готовы к решению всех поставленных перед нами задач по оздоровлению криминогенной обстановке и защите населения Кашихабольского и Шагеновского района от преступных посягательств. Благодарю за внимание. В завершение были намечены управленческие решения для улучшения показателей и результативности подразделений Межмуниципального отдела МВД России Кашихабольский и определены приоритетные направления в оперативно-служебной деятельности на предстоящий период 2023 года.